Привет, это Максим Ильяхов, школа редакторов. У нас сегодня, ну не сегодня на самом деле, но вообще на этой неделе довольно торжественный и интересный момент. У нас закончилась первая ступень в школе. Студенты уже сдали курсовые, я их уже проверил, уже расставил оценки. И мы сейчас комплектуем вторую ступень. Это значит, что мы приглашаем лучших студентов из первой ступени перейти на вторую, и те, кто на это соглашаются, переходят и продолжают обучение. Я обещал разобрать некоторые курсовые, и сейчас в этом видео я покажу вам самые лучшие работы, которые мне понравились больше всего на этом потоке. Это не обязательно работы с самыми высокими оценками, но это точно работы, которые мне больше всего запомнились, и которые я хочу привести в пример, как хорошие, качественные, интересные, глубокие работы. Я поздравляю вас, ребята, тех, кто уже получил приглашение на вторую ступень, кто уже перешел. Я особенно поздравляю тех ребят, которые сейчас у нас будут здесь, потому что это реально сильные работы. Наверное, это самый сильный поток из тех, которые я видел за время работы в школе. Я очень доволен результатом. По крайней мере, те работы, которые вы увидите сейчас, это прямо очень хорошо. Вот, я вам сейчас покажу эти работы, расскажу, что в них хорошего, что можно улучшить. Это первое видео будет в основном хвалебное. Я буду объяснять, почему те или иные решения удались удачно. А дальше мы сделаем несколько еще видео, в которых будет разбор, критика, как улучшить, менее удачные работы и так далее. Вот, я надеюсь, вам это все будет интересно. Даже если вы пока что не учитесь в школе редакторов, а будете в ней учиться в будущем, вы посмотрите на примеры хороших работ и чему-то на их основе научитесь. Ну что, давайте смотреть. Первый у меня в списке... Это работа первая в списке Липа Луэктова. И сразу же она нас встречает роскошным, огромным изображением моцареллы. Ух! Вообще огонь! Ну, смотрите, какая красота! Просто вот когда тебя встречает такое шикарное изображение в самом начале страницы, уже потекла слюна, уже хочется ее съесть, читать. Это сразу приятное эмоциональное впечатление от этой работы, просто потому что подобрана хорошая фотография в начале. Такая вот как бы хитрость, да, но она не хитрость. Это очень правильный расчет, если Илья это сделал намеренно. Я очень надеюсь, что это сделано намеренно. Потому что люди – существа эмоциональные. Люди любят глазами. Люди читают то, что им в принципе визуально нравится. И если у вас страница, ваша работа с первых же секунд не привлекает внимания, не, как это сказать, эмоционально она не... неприятная, вот, то, ну, маловероятно, что человек будет с большим интересом и вниманием ее читать. Ну и дальше, если мы посмотрим на работу целиком, мы увидим, что здесь много очень разной красоты. Стоят коровы, стоят упаковки этого салата, все прекрасно вытравлено с белого фона. Под доупаковками, пожалуйста, приятная мягкая тень стоит. Вот, огромная тарелка вкусно сфотографированного салата. Причем я уверен, что такую фотографию можно запросто взять на шаттерстоке, заплатить 10 долларов и купить там 10 фотографий. И нет никаких проблем, чтобы такими фотографиями снабдить свою работу. И здесь может быть резонный вопрос, а как же мне делать такие же фотографии, если у меня статья про психологию, например. Ну, если у тебя статья про психологию, у тебя проблема, значит, тебе трудно что-то иллюстрировать. Но вообще я, проверяя ваши работы, написал статью под названием «Плешите от визуалки». И идея здесь в том, что нужно не писать сначала статью, а потом думать, как ее иллюстрировать, а сначала нужно найти классный, богатый источник иллюстрирования и потом вокруг этого источника выстроить рассказ. И кажется, что у Ильи это получилось. Он нашел классные фотографии салата с моцареллой, что это капреза, да, там вот рецепт. Видите, все продукты, которые здесь есть, которые нужны в капрезе, все здесь прекрасно стоят. Илья это нашел. И дальше Илья просто это красиво поставил, красиво обтравил и написал немного текста по кругу. Вот тут совершенно безукоризненный визуал, тут все замечательно. И дальше Илья делает только лучше. Например, у него круглая тарелка, он видит, что тарелка круглая, и у него, видите, текст идет по кругу. Как Илья это сделал с помощью верстки? А не с помощью верстки он это сделал. У него здесь... Я не знаю, как это, кстати, сверстано. Ну-ка. Ха-ха, ребят, это просто PNG-шка. Это просто JPEG. Это даже не сверстанный документ. То есть эта штука лежит на сайте, да. Она выглядит как сайт. Но я ее скроллю. Она замечательно сверстана. И это просто JPEG. То есть, да, Илюха пошел по простому пути. Он сделал красивый макет и, не заверстывая, его закинул на сайт. И у этого есть определенные проблемы. Например, что эта страница абсолютно не проиндексируется Яндексом. Да, это проблема. Но для задачи показать это читателю, это идеально. Смотрите, какая красота. Это очень... Ну, не то, чтобы прямо очень трудно это сделать в HTML. Это все делается. Нет ничего здесь такого, чего нельзя сделать в HTML. Ну, просто это бы потребовало еще там трех-четырех дней работы. А так все, видите, JPEG сделано. JPEG лежит на страничке, скроллится без проблем. Ну, давайте еще какая тут... Что мне тут еще нравится? Ну, во-первых, да, что большая фотография в начале. Красивый выразительный шрифт, бюрошный, причем взятый из бюро. Здесь, значит, фотография автора. Он колпачком аккуратно вылезает отсюда, это приятно. Испортил продуктов на 10 тысяч рублей, прежде чем научился готовить. Я могу доверять автору. Кстати, у многих в работах есть такая проблема, что вы не даете мне повода верить вам. То есть, там есть авторы, которые такие прямо в начале статьи говорят, я ничего в этой теме не понимаю, но я разберусь. Ну, блин, ну, как это так, разберусь. Надо же сразу было разобраться, прежде чем мне писать. Вот, поэтому здесь все хорошо и весело, и аккуратная фотография. И она здесь уместная, потому что человек, видно, что имеет опыт. Ну, насколько я понимаю. Маленькое замечание, когда пишете пятизначное число, ставьте пробел вот здесь вот в... Как это называется? В разрядах, чтобы было чуть проще читать. Ну, коровки молодцы, тенюшки хорошие. Ну, как бы тенюшка тут, на самом деле, не очень хорошая, она грязная. То есть, она... Ну, ее еле заметно. Может быть, вы со своих мониторов даже не увидите, что тут есть тень. Но я вижу, она слишком мягкая для таких объектов, и, ну, как бы, ладно. Просто можно не стесняться и тень рисовать плотнее. Очень приятно, что вы показываете, что покупать. Вы показываете, как выглядит упаковка, и вы меня проводите за ручку по этой упаковке. Я вскрываю пакет, достаю два шарика, остатки убираю на верхнюю полку холодильника. Главное, не переохладить. Если пакет замерзный, потом оттает, получится творожное масло, а такое только в унитаз. Очень хорошо написано, очень приятно сделано. Ну, красивые фотографии блюда, красиво написанный выразительный текст, подчеркивающий форму тарелки. Стоят цифры, цифры покрашены в один цвет с акцентным элементом. Все друг на друга залезает, все друг с другом дружит, все стоит нелинейно, красиво. Тут, конечно, цифры не очень нужны. Можно было спокойно, кстати, цифры убрать. Они ничего не дают. Плюс, по идее, тут должно быть 1, 2, 3, 4, 5. Вот в таком порядке. А у тебя вот как-то странно. Ну, ладно. Можно просто было убрать цифры. Но за счет того, что цифры того же цвета, что и продукт, они, в общем-то, не мешают. Никакой проблемы здесь нет. Да. Вот это очень хорошо. Это называют рассолом, хотя по-русски сыворотка. Именно в ней нужно держать оставшиеся шарики. Замечательно. Ты мне показал какую-то картинку и показал, на что здесь смотреть. Шарики плюс-минус одинаковые, бывают меньше. Ну, и так далее. Да. Хорошо. Салатик сфотографирован красивый. Я надеюсь, что это куплено на фотостоке, но даже если нет... Не, ну тут красиво, профессионально снято, конечно. Даже если нет, или я это снимал самостоятельно, прекрасно. Другое дело, что для таких задач абсолютно нет необходимости снимать это самостоятельно. Все нужные фотографии такого качества есть на фотостоке. Это хорошо. Подчеркнута формула тарелки, форма тарелки, тот же прием с иллюстрациями. И я, заметьте, я совсем не читаю текст, потому что у меня нет необходимости. Я как читатель все прекрасно понимаю по большим иллюстрациям, по подписям возле них, по вот этой инфографике. Зачем мне вчитываться в длинные абзацы текста, если я все прекрасно понимаю? Так, для пиццы. Но если отрезать кусок, он повиснет, помидоры, кетчуп, все пойдет на тарелку. Чтобы дно пиццы осталось супругим, лучше использовать моцареллу для запекания. Ага. Это же моцарелла, только выжатая от сыворотки, хранится 30 дней. Да. Угу. И вот, пожалуйста, рецепт, красиво сделанное. Напоследок. Моцарелла у всех производителей по вкусу разная, марка не имеет значения. Главное, чтобы сыровар не использовал загустители, стабилизаторы, консерванты, модифицированный крахмал. Да. За три года я ни разу не встречал в составе консерванты, но если беру новую марку, всегда обращаю внимание на состав. Угу. Мне здесь не хватает конкретной рекомендации, вот какую он покупает. То есть, когда вы предлагаете мне рассказ, как выбрать, здесь есть общая некая проблема, что вы меня обучаете искусству выбора продуктов. А я не хочу уметь выбирать. Я хочу просто пойти в магазин и купить. Другое дело, если бы... Не, на самом деле, если мы говорим о продуктах питания, наверное, там есть смысл научиться выбирать, потому что я могу оказаться в другом городе, в другом супермаркете, и вот там навык выбора, наверное, это было бы хорошо иметь. Но если мы выбираем что-то, что ты покупаешь редко, вполне подойдет просто рекомендация, что выбрать. Не, ну здесь все, конечно, классно, вообще замечательное. Она вытягивает за счет визуалки. Это работа, и в этом ее сила, и не стесняйтесь, редакторы, не стесняйтесь сделать красиво. Тратьте время на красоту, потому что красота продает. Ваша работа производит гораздо лучшее впечатление не только на меня, как на преподавателя, но и на вашего читателя. Когда она выглядит круто, всем сразу кажется, что она крутая, даже если внутри написано ну не очень хорошо. Да, Илюха, молодец. Вторая работа про дроны. Мне не нравится здесь, я не знаю, вам видно, нет, написано Курсовая Бекарева. Ну, называйте страницы красиво, камон, уже можно в заголовке страницы писать что-то по-настоящему. Значит, эта работа хорошая, всем, я помню эту работу про дроны, кроме первой фотографии. Сейчас вы поймете, что здесь вообще происходит. Как выбрать дрон, который не надо ставить на учет? Очень хорошее позиционирование с точки зрения текущей повестки дня. Действительно, у нас появились новые законы, которые заставляют ставить дроны на учет, и теперь это целое дело, и теперь ты должен летать только в лесах, потому что в городе ты не можешь летать. В общем, целая проблема, и актуальность вопросов постановки на учет, она появилась. Теперь это важно. Поэтому хорошо, что такая тема, она в мире читателя. И дальше, вот если не брать вот это начало, а сразу посмотреть на то, что происходит внутри. Тут кайф и радость. Главный герой каждого этажа этой страницы это, собственно, дрон. Я его вижу, я вижу его комплект поставки, я вижу его цену, я вижу здесь плюсы и минусы. Может долететь, качество камеры, дороже аналогов. Все прекрасно мне помогает принять решение. Смотрим следующий этот дрон. Та же история. Вес, цена, как он выглядит, как он поставляется, плюсы и минусы ссылки. Опять, дрон. Вот я не знаю, что это, но, наверное, так надо. Поставка, плюсы и минусы, ссылка, есть. То же самое здесь. А что, есть, да, оно в продажу. Другого, астинка для селфи. Ну, ладно. И вот, все то же самое. вот оно повторяется. И оно повторяется очень хорошо, очень наглядно. Я прямо как будто бы иду покупать эти дроны, и мне очень приятно это рассматривать. И, соответственно, вот здесь в начале вот эта фотография вообще на это не работает. Здесь нужно было просто этих всех дронов выставить в ряд. Слева направо, от маленького к большому, там, или все они между собой более-менее одинаковые в том порядке, в котором они на этой странице. И просто поставить их слева направо, и тогда у вас слово выбрать очень хорошо будет дружить вот с этой частью. То есть, это, ну, реально будет хорошо здесь работать, мне кажется. Так что, решение хорошее. И в конце Валерия облетела Бали на коптере. Понятно, почему можно ей доверять. Странная вот эта какая-то рамка. Можно было спокойно без рамки обойтись. Что-то, видимо, сломалось что-то. Для новичка, для любителя, для опытного, для игры, для профото, для любительской съемки. Прекрасно, все замечательно. Мне не нужно думать. Тут с типографикой беда, тирешки не стоят, да, всяческие. Ну, ладно, хрен с ним. Нет тут ничего, что нельзя исправить там за пять минут. Ну, вот, реально подвела первая картинка, ее нужно заменить на аппарат всех дронов, которые вы здесь разбираете, и это будет обалденно смотреться в соцсетях. Вот эта одна фотография не очень, она не очень наглядная, не очень понятная, ну, и как бы, что вы хотели этим сказать. Но, тем не менее, кто это? Валерия Бекарева. Отличная работа, супер. Дальше, работа про Останкинскую башню. Вероника Высотина. Значит, здесь есть как плюсы, так и минусы, и я хочу их сейчас прокомментировать. Ну, во-первых, тема. Вообще, многие ребята, которые делали курсовые, вы, ну, у вас было, как был выбор. Вы могли пойти по более простому пути и сделать статью типа потребительская грамотность. И, не знаю, как выбрать бананы, апельсины, лимоны, мандарины, сахар, соль, воду, там, все что угодно. У этих тем есть очень понятные способы исполнения. И их делать не то, чтобы прямо легко, ну, то есть вам нужно думать, там, работать. Это редакторский некий труд. Но тема довольно понятна, как делается. Кто-то пошел по пути более сложному, типа психология, типа, что там, отношения, разводы, феминизм, какие-то экономика, финансовая грамотность. И эти темы, в принципе, более сложные. Они требуют, во-первых, их сложнее иллюстрировать, во-вторых, их сложнее писать, там, больше разных конфликтующих мнений, там, больше ставки. Из-за этого может так случиться, что вы вложили больше силы труда, а результат получился хуже. И вы, как редакторы, должны, на мой взгляд, приучать себя оценивать, где ваша война, где не ваша. Вы, вот сейчас, имея ограниченное количество времени и сил, вы сделаете эффектную, крутую, полезную статью, но на более простую тему, или вы впашите, сделаете какую-то очень важную тему, но сделаете ее заведомо хуже, не имея достаточно времени. Вот у Вероники, чем сразу сильна работа, ее тема несколько сложнее, чем, там, как выбрать бананы, грубо говоря. При том, что выбрать бананы тоже может быть блестящей работой. У нее рассказ о походе на Останкинскую башню, и это ее личный опыт, огромное количество документальных снимков, которые помогают реально захотеть туда пойти, посмотреть на Москву с такой высоты. Много всего хорошего, сейчас я прокомментирую. То есть, иллюстративный материал, богатый, полезное действие, хорошее у этой статьи. Потому что полезное действие, она вот тут написала, взрослые люди, которые ищут интересные объекты для досуга, красивые фотографии, ищут новых впечатлений, слегка романтики. Ну, здорово, да? Правильно сформулированное, полезное действие, аудитория. Мне такое нравится. Я считаю, что очень важно делать не просто работу в космос, а работу зачем-то. И вот у Вероники это есть. Ну, вот я открыл, я, кстати, не заметил при проверке изначальной. Сейчас как это... Ну, вот когда я открыл, мне стало очевидно, что тут грязноватый фон. Видите? Иллюстрация как бы, не знаю, видно вам нет. Сбоку такая как бы шпиль, да, Останкинской башни. И он зафейджен, фейд, да, то есть он бледный. Это не очень хорошо. В принципе, если вы что-то хотите изобразить, изображайте это в основной колонке текста или где-нибудь там на полях, ставьте, но делайте так, чтобы это было видно. Из-за того, что вы сделали такой как бы рукописный фон, вы создали скорее шум, чем какой-то кайф. Поэтому я не рекомендую делать такие фотографические фоны. Ну, кроме ситуации, когда они почему-то прям по теме вам нужны. Ну, типа, вы выбираете виды бумаги, да, и вам нужно фактуру разных бумаг показывать. Ну, и, наверное, это тогда имеет смысл. Ну, вот, но здесь явно это лишнее. Можно было небо поставить, было бы нормально. Ну, такое чистое. Да и то, понимаете, небо-то синее, поэтому нет. Скорее всего, белый фон вот здесь бы как раз лучше сработал. Ну, ладно, смотрим на саму работу дальше. Смотрим на иллюстративный материал. Вы мне предлагаете посмотреть на красивый вид Москвы. Я смотрю, мне уже страшно, я боюсь высоты. Вы мне показываете, что где. Я думаю, ух ты, а я же эти объекты знаю, мне уже интересно самому там посмотреть. Все. Классно, да. И дальше вы пока просто смотрим визуально. Билеты, билеты, как мы входим, что нужно брать в собой. А, меня попросили оставить капли от насморка, санитайзер и даже помаду. А, это нужно оставить в камере хранения. Все, я это понял. Хорошо, идем дальше. Оставить дом, отлично, оставить дома вот этот список, взять с собой вот этот список. Блестящий, супер полезная штука. Я еще ничего не прочитал, я уже очень много знаю об этом походе. Что делать на Останкинской башне? Заглянуть в пропасть, и вот тут же изображена эта пропасть. Посмотреть изнутри, и вот нам дают посмотреть ее изнутри. Зайти в кофейню, и вот эта кофейня. Замечательно, очень связана, структурирована эта работа. Видите, под заголовок, тут же проиллюстрирован, тут же фактоид. Заплатили за два капучина и клер и круассан. Отлично, я даже цену понимаю этого мероприятия. Сходить на открытый балкон, вот он открытый, и потому что у Вероники волосы попадают на лицо, видно, что там дует ветер. Отлично. Спасибо ветру. Да, так тут и написано. Советы посетителям в конце, всякие тонкости, источники, все классно. То есть, что в этой работе вообще максимально крутое? Во-первых, очень хорошая, четкая структура, во-вторых, замечательный иллюстративный материал, и связанность иллюстративного материала и структуры, что у меня есть подзаголовки, и тут же написано, ну, тут же проиллюстрировано. К каждому важному заголовку стоит иллюстрация, и эти иллюстрации, ну, при том, что можно было их сделать лучше, ну, типа, камеру хранения, там, фотографию поставить ровно, а то она у вас как-то, это, завалилась немножечко, и башня, видно, завалилась, да. Но это не страшно, это все исправляется, там, в фотошопе за 10 минут, а подход и структура очень хорошая. И вот здесь, пожалуйста, можно и нельзя, вот иллюстрация к этому месту, вот она здесь, оставить дома и взять с собой, замечательно сделана. Я прямо этот список хочу сфотографировать и при сборе на башню им пользоваться. Отличная работа именно благодаря вот этому вот всему. Я эту статью опубликую, это видео опубликую в визуальном повествовании, вы можете сами почитать эту работу, убедиться в том, как она приятно и легко отчитается за счет хорошей структуры. И, кстати, тоже в начале вот многие из вас ставили свою фотографию, типа, кто это делает, и вы пишете, Вероника Высотина носила каску на башне, ну, во-первых, смешно, а во-вторых, окей, да, я могу вам доверять, потому что я вижу, что вы были на Останкинской башне, вам можно в этом вопросе доверять, значит, я готов к вам прислушиваться. Хорошая работа, сильная, очень приятная. Следующая работа Наташи Которевой, которая 8 лет снимает на пленку, и это повод ей доверять. То есть, если бы тут было написано, разобралась в фотопленке, наверное, я думаю, ну, что значит, ты только сейчас разобралась, а сколько у тебя опыта, а сколько ты снимала, не очень хорошо было бы. А когда нам говорят, 8 лет снимает на пленку, уже есть некий повод ей доверять. Причем Сережа Король, конечно же, нашел к чему тут по смыслу прицепиться и там говорит, что есть в работе фактические ошибки, но Сережа Король, он где? Его здесь нет, его в этой работе не присутствует, поэтому я как дилетант, а читать эту работу будет, понятное дело, дилетант. Человек, который профессионал, он знает, на какую пленку он снимает. Я, например, снимаю на на XPS и прекрасно себя чувствую. На PAN я снимаю замечательно. Вот, и у меня нет потребности изучать, какую мне выбирать пленку, но почитать, как глазом новичка, конечно, интересно. Несколько сбивает то, что вот тут при наведении эти пленки что-то делают, и это странно. Ну, типа, что? Я думаю, что они кликабельные, некликабельные, я не понял, в общем, что они имелось в виду, но ладно, сделали и сделали. Дело, наверное, здесь в том, вообще во всей этой работе, что вы говорите о пленке, но в меньшей, в большей степени о пленке и в меньшей степени о фотографии, которые вы будете получать. Ну, наверное, это нормально для поставленной задачи, что вы все-таки делаете про фото пленку, а не как снимать на пленку, на разную. Поэтому, наверное, это обоснованно. Ну, просто такая мысль. Теперь смотрим на иллюстративный материал. Заметьте, я сразу смотрю на иллюстрации, я сразу просматриваю работу на предмет того, могу ли я ее понять, просто смотря на иллюстрации. И, как правило, ответ «да, могу», если это хорошая работа. И это признак хорошей именно редакторской работы в 2019-2020 году. Друзья, очень важно сейчас, чтобы вы понимали такую вещь. Мы уже давно не в том мире, не в том состоянии, когда люди приходят вас целенаправленно читать. Если вы не Владимир Познер, если вы не журнал «Сноп», если вы не Инстаграм «Читай по-умному», люди приходят к вам не ради процесса чтения. У них для этого есть книги, художественные там, что какие угодно. Люди приходят к вам, чтобы что-то понять, потому что вы им обещаете, что они что-то новое поймут, узнают. И это значит, что если вы решаете задачу понимания и узнавания с помощью не текста, а иллюстрации, у вас уже есть преимущества. Вы уже как бы более крутые в плане донесения информации. Вот я смотрю на работу по диагонали, и я вижу какая-то мутная фотография, что один из кадров, переэкспонировка, тусклые цвета. Тут, кстати, не хватает вывода, это плохая пленочная фотография, например. И дальше мне показывают, ага, 135-й формат, это вот так, 120-й формат, это вот так. Кстати, тут не хватает заголовок, можно было бы написать 135-й формат для большинства камер, а этот 120-й формат для широкоформатных камер, например. цветная или черно-белая, то есть я смотрю на фотографию, тут написано результат кросс-процесса, небо стало зеленым. Кстати, вот тут есть проблема. Вы пишете тип цветная черно-белая, передо мной явно цветная фотография, вы вводите понятие кросс-процесса, и что? То есть у меня здесь, вот в этом месте, не складывается понимание, что вы имели в виду, и я в этом моменте немного как бы обескуражен. Мне придется читать текст, чтобы в этом разобраться, то есть у вас здесь фотография, вот с чего я начинал, да, у вас здесь фотография подобрана под текст, а нужно наоборот, нужно подобрать сначала фотографию, а потом к ней написать текст. Ну и дальше, как их проявлять, цветной негатив, цветная обращаемая, я не очень понимаю, зачем мне это знать, то есть у этого есть некая проблема, но это в общем-то та часть, которая работу скорее подводит, потому что пока что мне не так важно, как именно их проявлять, пока я их не выбрал, пока я не понял, какая картинка мне нужна. То есть вы здесь допускаете ошибку, вы меня пытаетесь сделать экспертом по пленке до того, как я научился на нее снимать, до того, как я ее почувствовал, до того, как я научился кайфовать или реально захотел в этом разобраться, вы мне не продали идею пленочной фотографии, а уже пытаетесь меня научить разбираться в цветах проявки. Я вот 6 лет снимаю на пленку и я до сих пор не разбираюсь в этих процессах, я просто прихожу в фотопроект, отдаю им пленки и через там несколько дней забираю сканы. Все, мне не важно, как это сделано. Поэтому то, что вы здесь на этом такое внимание акцентируете и ставите иллюстрации, это скорее мешает. А вот дальше начинается интересное. ISO, съемка днем или ночью. Тут вот эта все хорошая табличка, которая объясняет, на каком ISO снимать, когда. И тут вы показываете мне шум. Проблема в том, что шум трудно рассмотреть, поэтому хочется здесь... А, во, у вас он здесь увеличивается. Это было неочевидно. Я когда проверял, я не понял, что это можно увеличивать. Сейчас, да, сейчас понятно. Тут вот очевидно. Ага, здесь шума нет, здесь все ровненько, здесь шум есть, здесь все такое. Окей, хорошо. 3200. Да, кстати, обалденная черно-белая пленка. Что купить? Черно-белые пленки, FOMAPAN 200, подходит для съемок в солнечные и облачные дни. Красиво. Фотография, снятая на эту пленку. Как выглядит, что покупать? Супер. Дальше. Фотограф. Красивая фотография. На что снято? Что покупать? И теперь, вот это то, чем эта работа на самом деле продает и подкупает. Мне показывают красивые фотографии, но для кого-то это тоже будет красиво, наверное, да, интересно. Просто вот это явно выигрывает по сравнению с первой. Ну, просто в силу того, что это портрет выразительный, там, женщина, все красиво, здорово. Я вижу красивый портрет, и мне кажется, что для того, чтобы получить такой портрет, мне необходимо снимать на пленку. Хотя это, конечно, не так. Снимать-то можно на что угодно, главное, кого ты снимаешь, как, насколько ты владеешь своим инструментом, но мне кажется, будто это пленка, это путь к вот таким фотографиям, и, соответственно, я в это влюбляюсь и хочу фотографировать. Вот это то место, сейчас у меня на экране, которое делает эту работу. Вот это ощущение, что если ты хочешь вот так круто снимать, иди и покупай вот эти пленки. Все, ваша задача решена. Дельта 400-ка, ну понятно, да, архитектурка, зерно, артефакты, портр 160-е, опять вот, вот это тоже место, которое продает. Вот желтенькие акценты, красивая фотография, понятные цвета, хорошее настроение, уже тебе кажется, что вот тебе нужно такое делать в своей жизни. Тоже все здесь хорошо. На этом месте, я лично ненавижу снимать на Fuji, она на мой вкус зеленит, мне не нравится ее оттенок, но когда я увидел контекст, в котором она обалденно зеленит, вот этот вот вечер, съемка, огни, я думаю, да, в следующий раз поеду снимать что-нибудь ночью, я заряжу себе фотоаппарат Fuji. Вот ощущение от этого места, от этой жизни, оно здесь продается. И Вероника, это же Вероника, да? А, это Наташа, извините. Наташа. Наташа сделала здесь замечательную вещь. Она продала мне идею пленочной фотографии. Я захотел этим заняться в очередной раз, хотя я и так этим занимаюсь. Вот это главное, что в этой работе происходит, и это ее самый главный плюс. Тут дальше есть некоторая шпаргалка, я бы не назвал ее суперполезной. Определите формат. Тут вот хочется сказать, для большинства камер 135-я, для широкого формата 120-я. Ну, цветное ОЧБ понятно, ISO, там такое-то для такого-то, храните так-то, окей, да, ладно. Это как бы особо ничего не дает, но тоже нормально. Ну, вот в этой работе самый сильный момент это вот здесь, и это, на самом деле, придумать такой ход, это дорогого стоит. И, Наташа, вы молодец. Я считаю, что работа очень удачная. Еще одна работа, Татьяна, как выбрать моющий робот-пылесос. Очень смешная вот эта куча пылесосиков сгруженная, и видно, что их много разных, и это вот смешно крутится, прикольно, сразу в этом что-то есть. Тут есть некий минус, наверное, связанный, скорее, с качеством графики, если сравнить с полуэктовым, с Ильей. Ну, конечно, как бы нечестно сравнивать продукты питания, красиво сфотографированные, и эти бытовые приборы, но вот не хватает немного лоска, не хватает немного визуально вот это вот роскошество, тогда бы эта работа была бы сильнее. Но окей, это не обязательно, просто имеем такое в виду, да. Татьяна, полгода не моет полы сама. Тут хочется написать, полгода пользуется роботами-пылесосами, да, или в моей квартире полгода делают уборку роботы, например, да. Окей, смотрим на визуальную часть. Высота, измерьте расстояние, ну, так себе. Объем контейнера 300, 140 мл. О, понятно, 300 мл хватит на 75 квадратов, 140 мл хватит на 35 квадратов. Все, я понял, мне нужно брать 300 мл там для моей квартиры. Хорошо. Карта помещения строят или нет? Ой, тут же нарисовали карту помещения. Робот-пылесос детально простраивает карту и обозначает препятствия. Двери, док-станция, кофры, корзины. Ага, хорошо, я понял. Карта квартиры нужна, чтобы направить робота в нужную комнату и отслеживать процесс. Изучите отзывы и проверьте, умеет ли робот запоминать карту и хорошо ли работает эта функция. Окей, время работы за 46 минут робот уберет 70 квадратов. Окей, понял, связь есть. Возврат на зарядку автоматический или ручной. Вот это классный момент. Джик-джик-джик-джик-джик. Сейчас он приедет. Молодец, приехал. Ну, прикольная тема, да, когда у тебя что-то на странице происходит. Если вам нужен самостоятельный робот, выбирайте вариант с автоматической установкой на зарядную станцию. Добро. Видите, тут все как бы классно связано. Возврат на зарядку, картинка, вывод. Вот эта вот связь трех элементов, она по сути и делает эту работу мощной, классной, интересной. Управление. Телефон с приложением или пульт. Вот это мне было очень интересно пронаблюдать, как работает этот робот, как он все там чистит, убирает. Ну, реально интересно. Поставили какие-то границы и вот я смотрю, как это происходит. Ну, то есть здорово, что вы это записали и здорово, что вы это показали. Мне очень, я не знаю, может это не ваше, видео, но важно, что оно здесь стоит и я представил себе процесс и теперь я верю, что это действительно полезная и нужная штука. Управлять роботом неудобно, нужно быть дома и следить за процессом. Чтобы запускать удаленно, нужен Wi-Fi приложение. В приложении настраивается режим уборки, выделяется нужная зона, выставляется таймер. Хорошо, да, все понятно. Что еще важно? Вот это вот классное место мне показывает, что плохо, когда он ездит по кругу, плохо, когда он ездит абы как, остаются неубранные места, хорошо, когда он ездит змейкой. Молодец, да. Роботы, которые двигаются змейкой, неубранными, остаются только углы. Хорошо. 4 месяца прослужит фильтр. Нет, нет, да, вот эти вот хорошие щетки, я понял. Выбор автора Xiaomi Roborock S50. Пылесос подошел по цене и по всем параметрам. На самом деле, вот это есть то, ради чего я эту статью открывал. Потому что я буду покупать пылесос один раз в жизни. Ну, вот такой, да, и мне не нужно разбираться во всех технических характеристиках. Я в целом понял, как он работает, я понял, на что смотреть, но у меня очень важный вопрос в конце остается, а что покупать, то? Татьяна, скажите мне, что покупать? И Татьяна говорит, Roborock S50 покупай. Все. И я ввожу в Яндекс.Маркет Xiaomi Roborock S50, попадаю на Озон. Ну-ка, Xiaomi, зайду во все Xiaomi, которые бывают. Roborock S5 за 30-ку чё-то плохие отзывы. Ну, вот видите, мой путь уже начался, я уже изучаю этот вопрос, и уже благодаря тому, что Татьяна меня научила выбирать эти роботы-пылесосы, теперь я могу более спокойно выбирать, несмотря на то, что S50, например, нет его в наличии. Ну, ладно, хорошо, я выберу какой-нибудь другой. Вот столько пыли собирает Roborock каждые 3 дня классно нарисована рука, роскошно, просто шикарно. Недостатки. Плохо убирает углы, накладку с водой после каждой уборки нужно снимать, а микрофибровую салфетку прополаскивать, появится затклый запах, не оттирает липкие застарелые пятна, может застрять колесами, с накладкой не распознаёт ковры, волосы наматываются, но очистить просто. Всё хорошо. Выбор в итоге шпаргалка. Вот, всё хорошо. Значит, что сильное в этой работе? Связь заголовок, текст, иллюстрация. Точнее, заголовок, акценты, иллюстрации. Сам текст я, когда проверял, читал, сейчас читать не буду, ну, я помню, там нормально всё написано. В принципе, как бы в тексте, ну, чё там, ты особо в тексте ничего не напишешь, ну, просто текст. Важно, чтобы этот текст был связан со всем остальным, чтобы когда я прочитывал бы это по диагонали, я понимал, что вы хотите мне сказать. И здесь рассказ реально хорошо построен, всё хорошо связано, заголовок связан с акцентами, иллюстрации на полях уместны, иллюстрации в центре уместны, вы меня за ручку водите, это замечательно. Это прямо классная, классная работа. Реально, пойду выберу себе робот-пылесос. Вот это интересно, что такое. Ладно, поизучаем. Да, друзья, мне очень понравились эти работы. Я вообще выделил больше. Где? Вот они. Но тут, ну как бы у меня сейчас особо, я не могу дольше снимать сегодня, я продолжу завтра и послезавтра записывать ролики с работами, где есть что не только похвалить, но и покритиковать, поэтому это ждёт нас ещё впереди. Но пока главное запомнить вот что, на мой взгляд. Делайте визуально связанные работы, стройте их вокруг визуальной части, делайте так, чтобы у вас сначала были мощные, хорошие иллюстрации, а потом вокруг них вы бы дописывали текст, который бы помог эту иллюстрацию лучше понять. Только в таком порядке, а не пытайтесь сначала всё написать, а потом воткнуть в неё картинки. Это совет, рекомендация будущим студентам школы редакторов. Всё, мы увидимся с вами буквально через пару дней, я запишу ещё подобных видео с разбором других работ, надеюсь, что вам это будет полезно. Поздравляю ребят, которые оказались, во-первых, здесь, это топ, это просто ну так вот хорошо. Те, кто не попали, но тоже получили высокие оценки, вы сами знаете, какие у вас оценки, вы молодцы, тоже здорово, что вы это сделали. Вот, но наша задача дальше учиться, развиваться и быть круче, поэтому ещё встретимся. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok